Ответив правильно на все 30 вопросов, соискатель может набрать максимальную сумму в 100 баллов. Сразу скажем, задача эта супер сложная. 20 вопросов общих для всех и 10 региональных для каждого федерального субъекта. То есть вы должны хорошо ориентироваться в истории, культуре и чукчи, и народов севера, народов по Волжье, Кавказа, Центральной России, Подмосковья в частности. Скажем, что означает название русской куклы Матрешка? Тут, наверное, не трудно догадаться, от имени Матрена. А вот какие сцены составили славу фидоскинской лаковой миниатюры, я уверен, ответят немногие, даже земляки. Надо не просто знать особенности культуры того или иного региона, но и понять истоки и характер этих особенностей. Это и привлекает сюда людей. Личная заинтересованность каждого – узнать подробности своего народа, культуру, этномир. Диктант включает в себя 30 вопросов, отводится участникам 45 минут. Всего? Да. Первые результаты будут известны сегодня. Более подробный разбор ответов 10 ноября тоже на сайте Мир Этно. В России масштабная акция проводится уже в третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. К написанию диктанта присоединились 35 стран мира на пяти континентах, на МКС и даже в Антарктиде. Конечно, среди них немало эрудитов и просто любознательных людей. А вот в мытищах сегодня лучший результат оценен в 60 баллов. Пополнить свои знания не помешает. А это значит и расширить свой кругозор. Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День». Продолжение следует...